когда клапан в крышке расширительного бачка не держит то вот что происходит давление в системе нет жидкость закипает и и выдавливает через открытый клапан за один раз вытекла как минимум 1 2 литра антифриза по трубке мягкие давления нет системе вентилятор крутит заглушил двигатель слышен звук с бачка идет пар через этот клапан можно этот клапан отремонтировать сам клапан ремонтопригоден и разборка не трудная я зажал крышку в тиски для удобства и обычную утвердкой поддеваю клапан получилось легко четыре точки фиксации клапан там сидит не плотно одну из них подавлю утвердкой и снимаю клапан корпусе клапана стоит мощная пружина и и держит крышка которую нужно снять я решил зажать тиски и тоже утвердкой но уже поменьше поддеть эту крышку сам корпус клапана не есть жестким он в тисках немного зажался и получился овальным с круглого корпуса так крышку легче снять и придерживаясь снять чтобы не улетела пружина и все остальное снял крышку вместе с пружиной и вот этот запорный элемент клапана обычная резинка которая уже не работает корпус внутри ничего особенного посадочное место под уплотнение и все протер резинку она очень эластичная но продавленная уже потому и не держала что я могу сделать перевернуть ее другой стороной не продавленной на момент выхода видео уже около двух месяцев работает пока нормально собираю внутренности вместе и фиксирую в корпусе клапана остались следы от тисков и поддевание крышки утвердкой но она работоспособность это не влияет одеваю уплотнительное колечко и фиксирую клапан в крышке встал в крышку тоже без проблем он там в крышке жестко не закреплен и уже центрируется в самом бачке долил жидкости в систему около двух литр ну и хочу проверить как клапан будет работать ну вот уже на приборке сотка клапан держит давление заглушил двигатель вентилятор выключился и слушаю щипения нет пар не идет значит клапан держит по трубках надавливанием чувствуется некоторое давление и это нормально большое давление клапан должен открываясь сбрасывать все работа сделано теперь можно смыть этот антифриз липкий водой с тех мест куда он стекал из бачка